Такая история. У меня в студенческой юности был друг один. Андреем тебя звали. У него было такое удивительное свойство. То есть, он очень любил соревноваться. То есть, он время от времени говорил там, ой, а давай там типа, кто там, что-нибудь там, не знаю, кто камень там дальше бросит. Ну, естественно, он всегда побеждал. Когда он побеждал, он очень обидным образом смеялся, унижая как бы, да. И через какое-то время я понял очень интересную фишку. То есть, что он делал? Он выбирал какую-нибудь штуку и начинал тренироваться. То есть, он долго-долго тренировался. Когда он убеждался, что у него это получается лучше всего, он в какой-то момент как бы типа спонтанно там, идем там по лесу тут, раз какая-то там узкоколейка, а давай кто там дальше по рельсу пройдет. И вот я просто этот момент четко помню. Говорю, знаешь, Андрюха, вот зная тебя, ты, наверное, тут месяца два ходил, поэтому рельсу тренировался ходить. Вот. И когда ты убедился, что ты можешь там пройти метров сто, как бы, да, ты теперь такой типа, как бы случайно предложил, как бы, естественно, ты там пройдешь сто метров, я через три шага свалюсь, как бы, ты такой, ха-ха, лошар, типа, не умеешь по рельсу ходить. Говорю, а давай вот лучше, кто камень дальше кинет. Вот я камни умею кидать. Я могу на пятиэтажку камень запулить. Давай, говорит, посоревнуемся. Он говорит, не, ну это я не буду. Говорю, конечно, не будешь, просто ты проиграешь сразу. А проигрывать ты не хочешь. То есть, это как бы тоже. Унижая и доминирует. Да, унижая и доминирует. Это вот, на самом деле, к чему это рассказываю, к тому, что часто в быту такое бывает, да, что когда, ну, например, в семье там мама или папа что-то хорошо умеют, ну, потому что у них просто определенный психотип. Не то, что они это там учились этому, да, просто как-то у них так получилось, что они это умеют. Вот они умеют, не знаю, там, человек умеет там хорошо петь, к примеру, да. Ну, и он такой начинает, типа, ну, давай, что-нибудь спой ты там, да, да, ну, короче, не умеешь, ты лошара, да, все.